Всем привет! В эфире Тайм Клуб. Сегодня у нас в обзоре будут модельки в районе 10 тысяч рублей. Вот здесь мы разгуляемся. Пошли посмотрим поближе. Начнем мы нашу линейку с того самого бренда, который все еще держит цены. А я напоминаю, что сегодня подскочили очень многие часы в цене. И это Жак Лиман. Линейка 1-2002. Это такое классическое исполнение на кожаном ремешке, на миланском плетении и, по-моему, есть на браслете. Чем примечательно? Стоят они в районе 10 тысяч. Причем, что браслет, что кожаный ремешок стоят те же самые 10 690. Классический дизайн, классический трехстрелочник, апертура даты в районе 3 часов. Есть с арабскими символами, есть просто где используются индексы стальной корпус и, как я уже сказал, кожаный ремешок или стальной браслет. Ну и продолжаем. Теперь у нас Casio классическая линейка. Во-первых, линейка из Casio Classic МТП. Мужская, ЛТП, женская. Она будет примерно вся умещаться до 10 тысяч. К примеру, небезызвестная модель МТП-1302. Вот в таком вот исполнении. Есть еще в исполнении бекалоры со светлыми циферблатами. И синим даже есть. Она стоит небольшие 6 990. Переходя на Edifice, где будет уже водозащита, напоминаю, в 100 метров, у них получается линейка 125-я, конкретно сейчас, и 121-я их днем с огнем не найдешь. Она будет стоить в районе 7500 рублей. Ну и ранее рубежная была около 9000, сейчас они стоят 11 990, это EF 129. Классические, скажем, отличия этой модели, это индикация дня недели и апертура даты вот около 3 часов. Есть синие, есть с черным циферблатом. С белым очень-очень давно уже не видели ни на стоках, нигде. Но, опять же, здесь важный рубеж. Данная модель перепрыгивает 11. Все дальнейшие усложнения в виде хронографов или там сапфировых стекол, они уже будут дороже. В районе там 13 и дальше больше. Ну, а теперь где Casio, там, естественно, G-Shock'и. ДВ. Да, это ДВ 5600 моделька. Классический такой ретро-дизайн, привычный многим и многими любимый. Вот он стоит сейчас те самые 10 990. Поэтому альтернативно можно рассматривать, например, линейку Casio Sport. Она подешевше. У нас есть еще не одно видео уже, где есть модельки и дешевле даже в районе 5000. Вот такая модель с 10-летней батаречкой стоит 8190. Ну и, конечно, в Casio Sport есть, так скажем, младшие братья про треков. Здесь уже будет обширный функционал в виде всяких альтметров, барометров. У многих моделей встречается также и термометр. Вот, к примеру, вот эта модель SGV450H стоит 10 790. Плавно переходим на часы производства русское время. Здесь механизмы стоят японское, миото. Это также состальные корпуса, минеральное стекло. В данном случае у нас миланское покрытие. Цена таких 9 800 и светленьких тоже. Две одинаковых модельки. Ну, просто выбрал вам одни из самых таких интересных в классическом стиле. И в завершении нашего подбора будет вот такой вот бренд Slezenger. Что здесь? Кожаный ремешок. Корпус здесь суперметалл. Точно такое же исполнение суперметалл на браслете и на корпусе в других расцветках. Но это уже такой бренд ближе к фэшну, поэтому здесь будет очень много различных дизайнов и цветовых вариаций. Выбрать до 10 000 часы здесь достаточно легко. Везде будет стоять в основном, подавляющем большинстве, японское миото. Что, в принципе, будет говорить о надежности. Ну, не знаю, как долго продержится покрытие. Два, три, пять, может быть, лет на самом материале. Но, как показала практика, к нам приносили на замену ремешков, например, Лекуперы, где также используется суперметалл. Ну, достаточно так себе. Носки и часы. Ну, и я напоминаю, что приобрести все представленные видео часы вы можете в нашем магазине. Связаться с нами легко по нашим контактам. И оставайтесь с нами, подписывайтесь, пишите в комментарии, что вам будет еще интересно.